МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никак не могу прийти в себя. У меня не получается наладить контакты с мужчинами. Сегодня я познакомилась с Лерой. Эту девушку тошнит от мужчин. У всего на этом свете есть причина. И у этой тошноты тоже. Именно об этом мы и поговорим сейчас с ребятами. Субтитры сделал DimaTorzok Саша, что ты делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Часики наши снимают. Да, купил такие же, как у меня, часики. Вместо того, чтобы обсуждать трагическую судьбу героини. Давайте послушаем, что Ксюша нам хочет сказать. Дадите рассказать мне вам про Валерию Пименову. Значит, девочка у нас приехала из Самары. Более того, переехала, я бы так сказала. То есть теперь она живет в Москве. Перевезла всю свою семью. А семья там, кстати, вообще не маленькая абсолютно. Она работает. Вот. Что касается работы. Вы не поверите, девочка работает в тюрьме. Да ладно? Да. И работает она там в карауле. О, Боже. То есть она охраняет. Да, да. Представляете, с автоматом в форме. Девочка 25 лет. Я говорю, послушай, что с личной жизнью? У нее все в порядке с личной жизнью. Ты же на работе, да. На работе все. Да, я говорю, надеюсь, ты служебных романов не заводишь. Она говорит, нет, ну, конечно, есть мужской коллектив. Но она зла на мужской пол. И я вам могу сказать, что на самом деле повод есть. Что случилось? Потому что у нее был молодой человек, с которым они долго встречались. Он сделал ей предложение. Все вроде как должна была состояться свадьба. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что она решила сделать сюрприз. Я говорю, девочки, прекратите делать сюрпризы. Ой, знаем эти сюрпризы. Да, да, для своих молодых людей. Она просто раньше закончила, раньше сдала экзамены. И, значит, на крыльях счастья полетела к своему молодому человеку. Ну, в итоге он лежит там с девушкой, причем... Живой? Живой. Живой с девочкой? В кровати лежит с девушкой. Насколько я понимаю, он ей ничего не сказал. Она просто забрала какие-то там свои трусики, косметику. Это сложила всю сумочку. И ушла. Более того, больше она его не видела и не слышала, насколько я понимаю. Очень достойная. Я считаю, что это очень достойное поведение. Она не стала устраивать сцен вот этих вот, как женщины любят. И она на самом деле очень сильно... Но она ведет себя как сильный человек. Она повела себя в этой ситуации как сильный человек. А когда это случилось, это давно было? Я, которая бы скандалы устроила, я бы была истеричной. Ты немножко слабее. Поэтому ты не работаешь в карауле. Поэтому ты работаешь до этого. Как давно это было? Я работаю с вами. Что? Как давно это было? Да. Два года назад. Я думаю, что она не может забыть этого молодого человека. Я думаю, что у нее эта травма в любом случае осталась. После этого она, по-моему, не строила никаких отношений вообще. Ну, вы знаете, учитывая тот факт, как она сейчас выглядит, я бы на ее месте задумался. Потому что одета она, ну, так себе. Хотя под этой кофтой, под этими джинсами прекрасная фигура, я уверен. Да. О состоянии лица и волос, ребят, я не знаю, что вы скажете. Хорошее лицо. Что я хотел бы отметить, правда, офигенное лицо. Мне очень нравится этот острый подбородок, нос интересный. Она очень интересная девушка даже. И есть что подчеркнуть, на самом деле. Форма стрижки нехорошая, но я думаю, что Женя с этим справится. Ну, это ошибка очень многих женщин и девушек, которые не могут подобрать себе форму. Но форму стрижки, изменить ее, это вообще нетрудно. Всего шесть часов работают. И с таким лицом. Андрей, мне кажется, и у тебя здесь огромный пласт работы, потому что вот эта травма, которую она получила, увидев своего молодого человека с другой девушкой, и сейчас в течение двух лет, не заведя ни одного романа, не имея никаких отношений... Более того, Саша ее тошнит от мужчин. Она говорит, что меня тошнит от мужчин. Смотрите, какой интересный феномен. С одной стороны, ее тошнит от мужчин, с другой стороны, она... Стремится к коллективу мужского. Да. И в этом мужском коллективе есть коллеги по работе, и с другой стороны, есть люди, которых она охраняет. То есть вот у нее, я полагаю, очень много всяких противоречий в душе. Угу. Ведь, ну, не каждая девушка стремится охранять, там, сотни мужиков, и это говорит о ее склонности к риску большому. Ну, у нее нет озлоб, знаете, такую вот, прям вот, чтобы я увидела, знаете, такую бедную несчастную. То есть она абсолютно такая спокойная девочка, абсолютно нормальная. Не, мне кажется, она вообще абсолютно нормальная. Коженная. Она просто нормальная. Просто ей нужно переступить вот через эту ситуацию и пойти дальше, а она просто не может. Я думаю, что она как раз будет вас слушаться, полностью даст ваши руки. Я думаю, что даст вам спокойно работать и выполнять хорошо свою работу. Главное, что у нее есть желание выбраться из этой ситуации, а у нас есть желание помочь ей в этом. И мы сможем. Давайте сделаем. Я больше чем уверена. Все, отправляемся работать. Пойдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее в программе. Когда я это все увидела, у меня просто внутри все упало, в глазах потемнело, мне как-то стало не по себе. Действительно, я видела, что ребенок пережил очень страшный шок и трагедию страшнейшую. Ах, мама! СМЕХ Я вот сейчас серьезно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я встречалась с молодым человеком 4 года. Он был у меня единственным первым мужчиной. Вот. Я его любила по-настоящему. У меня был документ, как нужно было ехать в Питер на защиту диплома на полгода. Перед отъездом он у моих родителей просил мои руки с цветами, со всеми делами. Мы с отцом дали согласие. То есть это было все так торжественно, официально. Это действительно была просьба ее руки. Я приехала раньше, чем должна была. Вот. Я хотела сделать ему сюрприз. И приехала, когда у меня были ключи, открыла двери. То есть я застала его там с другой девушкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я это все увидела, мне просто внутри все упало. В глазах потемнело. Мне как-то стало не по себе. Слезы потекли сами собой. И я закрыла дверь и ушла. Мне казалось, на этом жизнь просто кончена. Больше уже мне ничего не нужно. Ничего не будет. Я плакала долго. Вспоминать даже страшно. Действительно. Я так за нее испугалась. Действительно, я видела, что ребенок пережил очень страшный шок и трагедию страшнейшую. После этой истории я никак не могу прийти в себя. У меня не получается наладить контакт с мужчинами. Хотя я знаю, что она очень хочет встретить, как говорится, уже любовь свою. Она говорит об этом. Но, тем не менее, она ничего для этого не делает. Каждый раз, когда я пытаюсь... Вернее, со мной пытаются познакомиться, она проявляет какую-то ко мне симпатию. То есть они у меня сразу вызывают отвращение просто. Хочется, чтобы она именно в душе расцвела. Понимаете? Как цветок. А душа у нее какая-то прям как тихое болото. Я хочу стать лучше. Хочу измениться внешне. Посмотреть в зеркало ей нравится себе. Научиться доверительно относиться к мужчинам. Ну и как бы обрести все-таки свое счастье. Я очень сильно боюсь стоматологов. И каждый поход к стоматологу для меня целый подвиг. Мне нравятся мои кривые зубы. Они желтые. Я хотела бы изменить, чтобы у меня была голливудская улыбка. Посмотрите, между передними зубами у вас выемка. Вы им семечки любите? Да. Ну, сразу видно. Ну что, придется отказаться тогда от семечек, когда мы все сделаем. Хотели бы вы увидеть, как будет выглядеть ваша улыбка после окончания лечения? Тогда мы сделаем фотографии. Потом я на компьютере смоделирую улыбку. И мы с вами посмотрим, как будет выглядеть ваша улыбка после того, как мы все сделаем. Здорово. Хорошо. Давайте это сфотографируем потом. С удовольствием. Вот, смотрите. Ничего себе. Здорово. Я предлагаю, во-первых, отбелить зубки. Во-вторых, вот эти сколы мы все закроем. Сделаем зубы абсолютно ровными. Замечательно. И вы уйдете вот в такой белоснежный лук. Здорово. Ну что, тогда приступим? Да. Спасибо. Спасибо. Привет. О, Лер, а я тебя жду. Привет. Привет. Юрий Столяров. Звездный визажист. Ну что, ты готова познакомиться с одной прекрасной дамой? Готова. Врачом-косметологом, между прочим, которая поможет тебе усовершенствоваться, сделать твою кожу лучше, решит некоторые проблемы. Например, что я вижу? Я вижу, что кожа требует глубокого увлажнения. Да. Кое-кто этим не занимался. Я бы сделал уже инъекцию ботокса вот сюда. Ну ты к этому готова, да? Готова. Плюс, мне кажется, уже можно сделать какие-то легкие элементы контурной пластики. Что это такое? Это введение инъекций под кожу. Говорят, не очень приятно, но ничего страшного, я думаю, потерпишь. Красота требуется. И скажи мне еще один момент. Надо об этом договориться на берегу. Готова ли ты немножко улучшить форму губ? Да, я прям вообще не читаю об этом. Мечтаешь? Супер! Значит, ты пришла по адресу. Пойдем. Врач, добрая, милая, прекрасная женщина. Лера, познакомься, пожалуйста, Наталья Александровна. Здравствуйте. Врач-косметолог. Как я тебе обещал, я тебя к ней доставил. И она тобой сейчас займется. А что же будет делать Наталья Александровна, мне интересно? Что бы мне хотелось? Сузить поры, выровнять рельеф кожи. Вот рельеф, каким образом? Конечно, незаменимой процедурой в данном случае будет фибрострайк. Эта процедура многокомпонентная. То есть она направлена и на выравнивание текстуры, и на улучшение тонуса кожи. Круто. То есть одна процедура, она не больная, насколько я понимаю. Абсолютно безболезненно, комфортно. Мне кажется, Лерочка испытает небольшой дискомфорт все-таки в области хмурки. Конечно, чуть-чуть повышена мимическая активность. У нас есть морщинки межброви и морщинки в зоне лба. Лучшим в данном случае будут введения ботокса. И я знаю о давней мечте Леры, это чуть более пухлые губы. Да. Вот действительно, чуть более пухлые губы. Было бы очень гармонично. Вам очень пойдет. Я очень надеюсь. Вот я в этом убежден, поэтому оставляю наедине с Натальей Александровной. Мы с тобой еще встретимся. Давай. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ты забралась, конечно, мы еле тебя нашли. Дом, колючая проволока вокруг. У нас тут страшно. Да, показывай гардероб давай. Пойдем. Ну да, квартирка у вас небольшая, робка к шкафчику потащилась. Твой? Мой. Ну что, открываем? Открываем. Сколько человек у вас здесь живет? Вообще семеро, сейчас пятеро. Боже мой, как вы здесь и размещаетесь. Ну, приходится. Прям на полу вот так спит кто-нибудь. Не, ну мы раскладываем диваны. С ума сойти. То есть каждый день все складывается, а ду раскладывается. Мамочки. Ну ладно, давай уже перейдем к тому, ради чего я сюда пришел. Это твой гардероб, твои вещи, твой стиль, если можно так сказать, да? Ну, как бы основного стиля у меня нет какого-то там особенного. У меня все вещи разные, несочетаемые. Да, я вижу. Тут вообще все, что угодно можно найти. И какие-то китайские народные наряды. Тут есть какие-то спортивные кофты. Тут есть модного в этом сезоне цвета, вернее даже расцветки в мелкий цветочек, но чудовищного фасона синтетические платья. Ты потрогай его. Ну да, я. Мне кажется, это даже неприятно на своем теле ощущать. Здесь есть и какие-то объемные шорты абсурдные. Ну я вижу, что это шорты, а не брюки для карлика. Что здесь еще есть у нас? Какие-то мужские толстовки. Ты в ней тоже ходишь? Я в ней бегаю обычно. Ну ладно, это мы не рассматриваем. Надеюсь, что она чистая. И вот какое-то странное возрастное шелковое платье. Мое любимое. Твое любимое? Да. Ой, давай с него и начнем тогда. Хорошо. Хорошо? Давай. Я тебя жду. Так. Еще кофта в черепах. Ух! Леша, за что ты это платье так любишь? Ну мне нравится, что оно такое цветное, веселое. Ага, оно просто безобразное. Оно просто чудовищное, оно отвратительного фасона, оно тебе велико. Оно возрастное, мне кажется. Я увижу на какой-то взрослой тетке, которая уже все равно, во что она одевается. И действительно, не твоего размера вещь. Мне интересно посмотреть, умеешь ли ты правда себе вещи по размеру покупать. Скажи мне, пожалуйста, что вот этот комплект делает в твоем гардеробе? Ну, я его одевала на новый год. Год дракона, тут как бы... Вообще, как логично. Год дракона, надену платье с драконом. Да. И если мне сейчас еще скажешь, что этот жакет ты надевала поверх этого платья, то я снова буду молчать 26 секунд. Я одевала его вместе с платьем, ну, как бы в одном стиле. Ну, конечно, китайское платье, сверху нужно надеть китайский вот такой жакет. Ты знаешь, тебе открою секрет стиля, что если ты уже надела китайское платье, то нужно нейтрализовать платье какого-то особенного, необычного стиля совершенно другую вещью. Здесь могла бы быть джинсовая куртка или куртка-косуха. Но совершенно что-то другое, что-то, что не сочетается с этим платьем. Но вот этот жакет и это платье вместе действительно смотрятся как карнавальный костюм. Понимаешь это? Теперь я буду знать. Давай примерим. Без жакета. Я хочу посмотреть на твою фигуру, потому что что мне в этом платье нравится, что оно, по идее, должно подчеркнуть твою фигуру, оно облегающее, насколько я понимаю. Да? Угу. Что ты хихикаешь? Сама купила это платье. Мне нравится, что это платье по фигуре. Мне нравится, что платье ты купила правильного размера. Смотри, мы видим сейчас талию, мы видим линию бедер. У тебя прекрасная фигура вообще. Конечно же, я всегда за то, чтобы заниматься спортом и следить за своим питанием, но не надо себя изнурять какими-то диетами невероятными, ограничивать себя в еде. Так что просто следи за питанием, ешь правильные продукты, но у тебя все на самом деле неплохо. Знаешь, единственное, что мне не очень нравится, то, что я вижу, ну, как бы не мальчик должен девочке об этом говорить, дай мне свои руки. Смотри, у тебя здесь есть некие лишние волосы. Я это не очень люблю, выглядит не очень эстетично, тем более ты платье наделась с открытыми рукавами, а сейчас вообще лето, и я считаю, что девчонкам нужно следить за волосами на ногах и руках. И у меня есть маленький секрет для того, чтобы руки и ноги были в идеальном состоянии. Это вот такие специальные полоски вид для депиляции волос по всему телу. Очень просто использовать их в домашних условиях, а результат держится до месяца. Когда я от тебя уйду, применишь все на практике? Да, займемся этим. Так что, когда мы встретимся на шопинге, я надеюсь, у тебя на руках не будет ни одного лишнего волоска. Не будет, я обещаю. Договорились. Лер, я знаю, что ты работаешь в изоляторе, и здесь логично, что на работе ты присутствуешь в особой форме, в которой ходят там все, но в чем до работы ты добираешься? Что ты на себя надеваешь? Что это? Брюки, юбка? Покажи мне. Одеваю брюки, маечку. Какие? Показывай, я хочу увидеть. Вот брюк здесь много. Какие из них? Мои любимые вот эти. Вот эти. Так, брюки. А верх какой у тебя будет? Ну, я иногда одеваю вот эту вот кофточку. Хорошо, кофточка. Сумку какую-то ты в руки берешь или что-то? Ну, вот, да, моя сумка. Мама! Лер, сейчас серьезно? Да. Лер, ну это просто невероятный стиль, я считаю. Очень хочу попросить тебя все это примерить, посмеяться с тобой вместе от души, потому что, мне кажется, самоирония, это очень хорошо. И потом напрочь забыть все это. Хорошо? Хорошо. Давай, примеряй. Сумка домино – это просто жара, конечно. Лер, давай, я тебя жду здесь. Все. Ну что, поехали на работу в тюрьму. Лер, что опять мне нравится? Мне почему-то хочется тебе сначала говорить о хорошем. Мне нравятся брюки, сидят на тебе неплохо, прекрасные ноги. Единственное, широковато чуть-чуть к низу. Я бы тебе рекомендовал носить более короткие брюки, может быть, подкрученные, для того, чтобы щиколотку открыть. Мне очень хорошо внизу. Здесь вообще все замечательно. Блузка по размеру. Мне нравится декольте, у тебя неплохая грудь. Ты все можешь это показывать. Но это сочетание – это просто какой-то кошмар. Это действительно настолько чудовищно. Я просто не знаю, о чем нужно думать, чтобы вот эти вещи надеть друг с другом. Ну, отлично. На тебе надета блузка из сица с мелкими синими цветочками. Ты надеваешь эту блузку, окей, с синими брюками, но эти брюки какого-то напыщенного театрального вида, на них атласный пояс. Ты надеваешь при этом еще вот эти босоножки с рюшами. Лаковые. А ты сейчас скажешь, что лак подходит к лаковой сумочке, да? Да. И при этом у тебя лаковая сумка в виде, прости меня, доминошки. Но это выглядит просто маразматично плохо. Правда. Я не думала, что все так печально. Это очень печально, это очень грустно. Это смешно. Это действительно выглядит смешно, но мне кажется, что ты не хочешь вызывать смех. Нет, конечно. Правда ведь? Ты не такую реакцию хочешь. Лер, я сейчас резюмирую. Гардероб смешнейший. Надеюсь, привить тебе любовь к шоппингу. Так что предлагаю не медлить и продолжить перезагрузку. Хорошо? Хорошо. Лер, проходи. Присаживайся, пожалуйста. Андрей Квухаренко, психолог. Скажи, если вернуться вот к этому травматическому событию, которое у тебя было в прошлом, что-то изменилось в отношении оценки тех событий? Ну, я, наверное, сейчас вот думаю, что все-таки, наверное, может быть, меня Бог уберег в какой-то степени, что не дошло дело до свадьбы. Может быть, все-таки не зря, что я вот так вот пережила это, как-то переоценила, по-другому стала смотреть на жизнь. Раньше я как бы, я жила просто им, дышала, как бы я все для него была, я готова была на все ради него. А он мне вот так вот сделал неприятно, больно. Я как бы сейчас вот начинаю себя по-другому воспринимать, понимаю, что не от него должно было все зависеть, а от меня. Ну, или от вас двоих. Или хотя бы да, чтобы как-то это обоюдно было. Скажи, а вот боль, которая делает твою жизнь очень тяжелой, и которая заставила тебя уехать из своего города, она поутихла или наоборот увеличилась, или осталась такой же? Ну, конечно, боль поутихла, уж не так как бы страшно вспоминать об этом. Слушай, твоя мама как-то говорила, что некий молодой человек, живущий неподалеку, проявляет к тебе интерес. Да, он мне не нравится. Мне даже рядом с ним находиться не хочется. У него есть некие особенности, которые тебе неприемлемы, или боль, которую ты получила вот достаточно недавно, до сих пор живет в тебе и говорит, лучше побудь одна. Ну, наверное, может быть, я, наверное, все-таки еще боюсь этого, да. То есть на данный момент есть некий страх? Есть, все равно есть, конечно. Знаешь, после таких расставаний, вот страх получить новую боль, подобную, пережитую, он очень долго остается и долго живет. И люди иногда выбирают одиночество, чтобы не получить... Боль. ...эту боль. Вот я иногда думаю, что, наверное, лучше я буду одна. Через какой срок боль будет становиться меньше, меньше и еще меньше? Ну, наверное, полгода. От сегодняшнего дня еще полгода? Да. Это уже будет два года с момента вашего расставания? Угу. То есть еще полгода ты будешь... Бояться. Бояться. У нас есть для тебя подарок, это такой эксперимент, который, возможно, поможет тебе этот полугодовалый срок сократить. Может быть, даже до месяца или двух. А может быть, и сразу все страхи снимутся. Готовы в нем поучаствовать? Готовы. Пойдем. Далее в программе. Сейчас будем снимать кино. Дубль один. На самом деле, начинаешь напоминать мне очень любимую мне актрису. И красивую женщину. Красивую женщину. Ну, об этом вы узнаете позже. Во время разговора с Лерой стало совершенно очевидно, что у Леры было тошнотворное чувство по отношению к мужчинам, которые хотели бы с ней что-то, кроме рабочих отношений. Эксперимент заключался в том, чтобы, опираясь на тот опыт, который Лера точно знает и использует в повседневной жизни, предложить и пережить что-то новое. А может быть, это и не новое, просто забытое. Или запрещенное старое. Сейчас будем снимать кино. Это Илья, твой партнер. Это группа товарищей. Зомби. Они будут злодеи. Ты будешь спасать себя, человечество. Илью, держи. Говорят, ты им умеешь пользоваться. Все. Давай, проверяй. Все, супер. Первая часть эксперимента заключается в том, что она куда-то бежит и стреляет из оружия. Ситуация для нее совершенно привычная. Тут был добавлен такой для нее непривычный, отягощающий момент. Это она бежит не одна, а с молодым человеком, который не коллега по работе. Пробегаете через это, спускаетесь сюда, оборачиваешься, делаясь два выстрела и убегаете туда. А зомби по моей команде пойдут. Все, ребят, на исходное вставим. Дым пускаем. Цена один, дубль один. Пошли! Стреляем! Кого стреляли? Где зомби? Почему так долго? Ребят, дубль! Хороший момент, то, что Лера не упала в обморок, не забилась в конвусиях, не плюнула на мужика. А она отстреливалась и по сюжету его спасала. Это большая удача. Скажи, что чувствуешь справа? У тебя справа партнер стоит. Рвотный рефлекс работает? Нет. Отключился пока? Слушай, ну хороший результат. Так быстро, уже хороший результат. Ты на верном пути. Камеры! Сцена один, дубль пять. Было ли для тебя вот в этом эпизоде первом что-то новое? Я рядом бежала с мужчиной. И мне было не страшно. Итак, по сюжету вы спаслись от недоброжелательных зомби. Сейчас тебе нужно показать те эмоции, которые охватывают человека, когда он понимает, что вообще непонятно, что будет дальше. Перед тобой мужчина. Ты, не побоюсь этого слова, женщина. Тебе нужно показать мужчине, которым ты прошла тяжелые испытания, насколько он тебе небезразличен. Поехали. Сцена у столба. Ситуация тут поменялась радикально по отношению к первой. Лере было предложено проявить чувственность. То есть, хотя бы, чтобы на уровне разума Лера поняла или вспомнила, что она это может делать. Ну и получилось очень здорово. Даже колонна раскалилась, по-моему, от чувств. Сейчас апогей всего вот этого эксперимента, танец, это вертикальное выражение горизонтального желания. Тебе сейчас нужно сконцентрировано проявить свою женственность, всю свою чувственность, всю свою сексуальность. Поняла. Тогда действите. Сэр, три дубля один. Отлично. Потом мы перешли к третьему этапу, который заключался в том, чтобы Лера позволила мужчине вести себя в танце. И при этом сохраняла и чувственность, и женственность, и сексуальность. Ну, результат, мне кажется, превзошел все самые смелые ожидания. Классно было вообще. Красиво, просто. Давайте позлопаем. Да. Ну, как вам? По-моему, довольно удачные съемки получились. Мне понравилось. Понравилось? Я не ожидала, что я смогу так. Ну, это же вопрос доверия. Не доверяла бы, ничем не получилось бы. Для тебя это было видно, что иногда было очень трудно. Ну, да, я в какой-то степени переступила через себя, поборола. Для меня это был очень серьезный шаг. И я не ожидала, что смогу. Какое тебе состояние нравится? Вот нынешнее или то, в котором ты пребывала? Конечно, нынешнее. Нынешнее? Конечно. Ну, проходи, Лер. Я уже все подготовил к твоему приходу. Смотри, это твой новый гардероб. Эмоции. Такой яркий вообще. Да, такой яркий и совсем другой. Давай сначала избавимся уже, наконец, от твоей сумки-доминошки. Я должен ее убрать из кадра, не хочу ее больше видеть. Я хотел бы начать с какого-то, наверное, бизнес-образа, потому что тебе все-таки нужна одежда, в которой ты пойдешь на работу, в которой ты будешь выглядеть и женственно, и уверенно в себе одновременно хорошо, и будешь внушать доверие. Давай, смотри, бежевая юбка с черным графичным принтом. И я тебе предлагаю вот такую очень нежную шелковую блузу, которая, с одной стороны, контрастирует с этой юбкой. Это еще не все. Надеваешь графичную юбку, надеваешь мягкую шелковую блузу, у тебя есть потрясающие туфли в тон юбки. Будешь носить это вместе. И тебе необходима просто объемная бизнес-сумка. Сумка у тебя тоже появится, выглядит она вот так. Ничего себе. Так что давай, надевай все это на себя, выходи, я надеюсь, себя поразит твое отражение в зеркале. Я тоже надеюсь. Давай, примерочно. Фух, слава богу, Лере вроде бы пока все нравится. Я очень боялся испугать ее яркими цветами и совершенно новыми для нее фасонами. Лера, я хочу сначала твои эмоции услышать. Мне кажется, такой ты себя еще не видела. Я в восторге просто. Я нереально красива. Нравится? Вообще я в шоке. Лера, ты просто невероятно круто сейчас выглядишь. Вот другого слова нет, это действительно круто. Это такой стиль крутой. Лера, мне очень нравится. Я тогда продолжу рассказывать о твоем гардеробе. Смотри, мне очень хочется, чтобы ты начала носить брюки. Но брюки эти будут тоже с необычной деталью. Эти брюки немного спортивного кроя. Смотри, одни брюки вот такие, с запахом, с заниженным шаговым швом. Шаровары. Да, практически шаровары, но из-за того, что они будут сидеть на талии, на самом деле ноги укорачивать они не будут. Эти брюки можно носить с любыми туфлями на высоком каблуке. Я тебе предлагаю эти замысловатые брюки миксовать с очень простой блузой. И при этом сверху у тебя будет вот такой яркий, насыщенного оранжевого цвета жакет. Думаю, что здесь более уместны будут черные туфли-лодочки. Завершающей деталью станет вот эта сумка с двойным ремешком. Так что давай в примерочную. Так, секунду. Хватай, хватай. Все, я жду тебя здесь. Очень круто. Перевоплощение буквально за одну секунду. Лера просто настоящая красотка. Ну как тебе твой яркий, модный образ? Супер. Нравится? Супер вообще. Лер, давай теперь от составных комплектов, от брюк. Кстати, я тебе еще не показал. Брюки есть у тебя красного цвета, тоже такого немножко спортивного кроя на резинке. Есть вот такая же графичная блуза с использованием нескольких цветов одновременно. Все вместе будет очень-очень красиво на тебя смотреться. К тому же у тебя появляется огромное количество коктейльных платьев. Например, фасон, который тебе точно идет. Я видел твое платье в китайском стиле. Это абсолютно такой же фасон, облегающий фигуру, только теперь ты видишь насыщенный яркий оранжевый цвет. Смотри, есть еще платье у нас вот такого фасона. Бежевое платье, тоже футляр, с небольшим таким модным элементом в этом сезоне в виде вот такой баски и с необычными рукавчиками. Или, например, есть вот такое платье-футляр из очень плотной ткани, будет сидеть у тебя идеально по фигуре, добавит объема бедрам, и при этом талия будет выглядеть очень-очень узкой. Еще одно суперсексуальное платье, вот такого цвета. Носится без белья, Лера, да. И то, что я хочу примерить сейчас, это очень скромное платье, не такой сексуальный силуэт, но при этом прозрачное. Я тебя вижу, и я тебе рекомендую надеть это вот с такими лаковыми лодочками. Отправляйся в примерочную. Вот так. Я тебя жду здесь. Ну что? Лера, я надеюсь, что ты сейчас в зеркале увидела совершенно другую Леру. Ну да, я себя не узнала. Лер, я надеюсь, что с этого момента просто толпа молодых людей начнут за тобой ухаживать, и что самое главное, ты теперь не будешь против. Хорошо? Хорошо. Лер, расскажи мне, пожалуйста, теперь, когда ты увидела свой новый гардероб, увидела отражение в зеркале, что теперь ты думаешь? Что я красивая. Ура! Давай, не будем медлить, с таким новым гардеробом, с таким новым багажом отправляемся к Юре с Женей, изменим твою стрижку, изменим, я думаю, цвет волос, научимся делать правильный макияж и встретимся уже на финале нашей перезагрузки со мной, с Андреем Кухаренко, с ребятами и, конечно же, с Ксюшей Бородиной в студии. Хорошо? Хорошо. Пойдем? Пойдем. Здравствуй, Лера. Привет. Как дела? Нормально. Меня зовут Женя Седой, и на сегодня я твой персональный парикмахер. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Слушай, ну я вижу поле у нас такое неподготовленное. Ну ты знаешь, мне нравится, что происходит с твоими волосами, мне нравится, что ты их не испортила, что они у тебя в очень хорошем качестве. Им нужно просто придать формы, просто разобраться с длиной, и все. То есть работы у нас немного, база у нас шикарная, красивая девчонка, которая станет совсем через небольшое время еще лучше, еще красивее. Все, приступаем. Лерочка, привет. Привет. Выяснили стратегическую ошибку, которую допустила Лера со своей стрижкой. Потому что, посмотри, какой фокус. Верхние волосы такой же длины, как нижние. Когда волосы не очень объемные, лучше не делать какое-нибудь... Да, от этого объема пропадает. Лучше мягко градуйся. Очень мягко. Не оставлять на макушке очень короткие волосы, но градуировка должна быть обязательно, понимаешь, да? Ну что это такое вообще? Илья, тебе не грустно с нами расставаться? Конечно, грустно. Ты что, так привыкла к нам? Конечно. За эти полдня, которые мы с тобой сегодня провели вместе, она очень трогательна. Зато какие полдня. Подожди, они еще не закончились. Все самое яркое впереди. Видите, девушки, все самые яркие моменты вашей жизни у вас впереди. Конечно, если вы придете к нам на программу, а для того, чтобы попасть к нам на программу, нужно написать вот по этому адресу. Правильно. И тогда рядом с вами окажутся два потрясающих молодых человека, которые помогут пережить вам самые яркие моменты вашей жизни. Нет, на самом деле самое главное, что девушки становятся более яркими, и в их жизни появляется больше ярких моментов. Потому что мы их туда приносим. Благодаря нам... Ну почему ты такой неумный? Я не знаю. Я то же самое и сказал. Ерочка, ты уже преображаешься. На самом деле начинаешь напоминать мне отчасти одну очень любимую умную актрису. И красивую женщину. И красивую женщину. Ну, об этом вы узнаете позже. Когда всегда. В другой редакции. Образ отчасти будет ее напоминать. Отчасти. Ну, не факт, что, кстати, она узнает. Ну, все, иди уже в свою. Протри пыль в студию своей. Ну, протрите пыль сколько можно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С грибочком. С грибочком. С грибочком. Станешь прекрасной. Очень скоро увидишь себя в зеркало. И перезагрузка будет практически завершена. Лер, ну, с макияжем на самом деле все. А я к вам в гости. И не с пустыми руками. Смотри, что я принес. Это тебе подарок. Это набор средств для депиляции вид. Спасибо. Что там? Пожалуйста, посмотри. Здесь есть полоски для лица. Теплый воздух для депиляции. Здесь очень много всего. Это же депиляция для чувствительной кожи, чтобы кожа была гладкая абсолютно. Ты теперь будешь безупречна. Это точно. Во всем вообще. Ну что, а нам нужно закончить? Нам нужно закончить, чтобы безупречность была не только в гладкости, а еще и в волосах и в макияже. Смотри, у нас проработаны все анатомические складки. А покажи мне это кисточкой, чтобы зрительницы тоже наши увидели. Смотри, светлые тени накладываем на подвижное веко. А вот светотень я углубляю аж до внутреннего угла глаза. И мягко свожу в складки у внешнего угла глаза. И мягко растушевываю. То есть, видишь, абсолютно полностью проработана складка века. От внешнего угла до самого внутреннего. Открой глаза. При этом ощущение света у нас осталось. И нет ощущения тяжелого века. Совершенно нет, да. То есть, даже если века немножко нависшее у нас бы было, в данном случае этой проблемы нет. 25 лет, ей еще рано висеть. Нет, а это структура века. Совершенно не зависит от возраста, конечно. Ты вот совсем молодой человек, а веки висят. Пожалуйста, закончим вкладку. Я тебя очень прошу. Потому что мне хочется, чтобы все то, о чем мы говорили сейчас, Лера увидела в зеркале. Лера, ты хочешь это? Пока она не забыла, что мы на голове. Пока она не забыла, что зачем во фильме не собрались. Столько было терминов, да. Жень, подожди, видишь, здесь немножечко несовершенно. Раз. Давай быстро, пока туман не рассеялся. Два, три. Нифига себе. Далее в программе. Делаем еще раз. Давайте кино посмотрим. Оно же у нас есть? Слушайте, какой срок. Андрей, командуй. Кино. Лера, ну все. Мне кажется, мы тебя перезагрузили. Ты довольна? Да. Да? Пойдем к ребятам в студию. Идем. Покружись здесь. Вот такая Лера. Ну, нужно же просто сойти с вами. Прочисти, знакомьтесь заново. Лера, ну проходи, занимайся в центральное место. В трон. Привет, Лерочка. Привет. Ну как ты? Я в восторге. Мальчики, ну мне кажется, в тюрьму так нельзя, да? Да. Таким красивым. Я тебя теперь не представляю вот с этим оружием, охраняющим мужчин. С такой улыбкой. С такой улыбкой. Что же они подумают? Да, да. Куда? В какую охрану? Ты что? Только в модельное агентство. Ну да. Ну и расскажи. Как все было? Что было самым сложным? Что было самым приятным? Приятно было абсолютно все. Ну как бы были моменты, когда было сложно, приходилось переступать через себя. В чем? Это в первую очередь стоматолога. Результат, мне кажется, того стоил просто роскошное. Да, да. Я выдержала стойко. Косметолога было тоже как бы, ну как бы не страшно, но я боялась все равно уколов этих. Так, а что было самым приятным? Ну ты сказала, что все, но вот что-то выделить можно? Самый такой момент. Ну это как бы психологический эксперимент. Приятным был? Он был сначала. Первый раз. Так, вот здесь поподробнее, пожалуйста, что было приятным? Что было между вами? Приятного? Что было самым приятным? Мне самому интересно. Было сначала очень как бы, мне нужно было соблазнять молодого человека. Это был Андрей молодым человеком? Нет. Нет, хорошо. Ну что ж хорошего? СМЕХАЕТСЯ. Ну да, ну да. Так, фуфчики эксперименты со мной, Андрей. Да, да, да. Это я, я. Я против молодого человека. То есть самым сложным для тебя оказалось соблазнить молодого человека? Да, я не думала, что я смогу. Я стояла, думала, как я это сделаю сейчас? Тут мне требует надо. Я собрала себе все свои эмоции. Думаю, ну раз надо, значит надо. Но тебя не вырвало? Нет. Говорила, что тебя тошнило. Самое удивительное, что мне понравилось. Прекрасно. Здорово. Значит, мы добились, да, того, чего хотели. Цель эксперимента заключалась подавить рвотный инстинкт, который присутствовал после всяких разных событий в жизни Леры. То есть это не фигуральное выражение? Подавить рвотный инстинкт? Нет. Я поэтому спросил, не вырвал ли ее. То есть тебе реально тошнило? Прямо тошнило? Ну я думаю, что справились, потому что, по крайней мере, на нас не тошнило. Ну мы с ней не заводили интимных отношений. А, я прошу прощения. Мы снимали кино в специально организованном месте. Кино? Да. Кино, да. И задача была бежать, прыгать, стрелять, охмурять. В параллель. То есть спецагент. Ты охмурила, да? Сделай еще раз. Сделай еще раз. Сделай еще раз. Ну, в общем, примерно так и было. А давайте кино посмотрим. Оно же у нас есть, да? Лера, а ты его видела уже? Нет, я его прям просто припасмелью. Давайте посмотрим скорее. Да, давайте, конечно. Слушайте, какой сюрприз. Андрей, командуй. Кино. Черный ящик. Кино студии. А-а-ах! КОНЕЦ 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, я браво, что ли? Ты же не видела, как тебе? Нет! Вообще слов нету. Одни эмоции. Крутные. Ну ты очень круто сыграла вообще. Я старалась, это было очень сложно. Мне тоже очень понравилось, какое-то невероятно модное видео получилось. Я рад, что ты не только перезагрузилась внешне, а у тебя еще такой грандиозный подарок будет. Круто! Андрей, как вы считаете, получилось все? Ну, думаю получилось. Ты скажи, довольны результатом? На все сто процентов, даже на тысячу. На тысячу? Да. Ура, супер! Браво! Расскажи, пожалуйста, что ты испытывала во время съемок? Ну, сначала это было как бы что-то новое, непонятное. Я не знала, как себя вести даже. Вот. От меня что-то требовали, я должна была это делать. И я как бы старалась выполнять требования, которые мне предъявляют. Ну, я получала от этого удовольствие. А телефончик? Очень понравился. Телефончик взяла. Нет. Эх ты, дурочка. Ребят, я на самом деле так доволен нашей перезагрузкой. Мне осталось не следа той Леры, которая была в самом начале нашей программы. Мне кажется, что мы справились просто на сто процентов. Прям голливудская актриса. Я удовлетворен на сто процентов. Она не просто выглядит как актриса, она себя так ведет. Посмотрите. Плюс у нее есть кино. Да. Как я еще себя вести, у нее фильм есть. Слушайте, взяли девочку из тюрьмы, выпустили голливудская актриса. Она даже смеет теперь, как голливудская актриса. С такими зубами все бы так смеялись. Мне кажется, у тебя теперь все есть, кроме одного. Это второй половинки. Мужчины рядом с тобой. Безусловно, я тебе желаю встретить этого мужчину. Пусть он подчеркивает эту твою красоту, дополняет тебя. И, естественно, счастья тебе женского. Спасибо вам огромное. Без вас бы этого ничего не было. Вы просто молодцы. У меня даже нет слов. Я буду благодарна вам на протяжении всей жизни. Вспоминать это всегда с улыбкой, с восторгом. Вы просто молодцы. А мы будем с восторгом вспоминать о тебе, потому что, мне кажется, у нас все замечательно получилось. И самое главное для нас доказательство того, что получилось, когда человек сидит в этом кресле, улыбается, всем довольный и говорит, что будет нас вспоминать всегда. Вот это для нас лучшая работа, которую мы могли бы проделать. Спасибо тебе огромное. Это вам большое. Поздравляем. Спасибо. Пойдем? Пойдем. Хорошее дело делаем, коллеги. Попробуем. Поехали. Поехали. Попробуем. Поехали. Поехали. Парк. Субтитры сделал DimaTorzok В следующей программе Я смотрю на себя в зеркало и уже не узнаю просто, потому что я была совсем другой Как ты собираешься строить свою дальнейшую жизнь личную, если твой бывший молодой человек живет на кухне? То есть получается, ты на себе это тащил? Я не могу Вот тебе очень важно Смотри, она же двигается Да не двигается она В большей степени то, что я потеряла ребенка, виноват Руслан